Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его потом. И сегодня речь пойдет о книге, повествующей, наверное, про самые героические страницы из истории русского флота. Ведь, как гласит аннотация, к началу 19 века, несмотря на то, что Россия уже имела Российскую империю, уже имела свои собственные владения в Северной Америке, наши корабли еще ни разу не пересекали экватор. Действительно, я не раз сам сталкивался с недостатком знаний у себя самого в этой сфере и с тем, что вполне себе взрослые начитанные люди, которые могут рассказать что-нибудь про Ковендиша или, допустим, о подробностях плавания Магеллана, они совершенно не могут рассказать об экспедиции Крузенштерна и Лисянского. Дело в том, что два небольших корабля, они назывались Шлюпы, Нева и Надежда, не просто пересекли экватор, они совершили первую русскую кругосветку. И значение этой экспедиции сложно переоценить. Это не менее интересный эпизод отечественной истории, чем многие сражения и достижения. И это действительно не просто героическая вещь, но вещь, имеющая огромное социальное значение. Потому что, каковы бы ни были наши сегодняшние спортивные достижения, географические достижения, Экспедиции, подобные экспедицию Ивана Федоровича Крузенштейна и Юрия Федоровича Лисянского, это действительно то, что открывает целые новые отрасли, целые новые области научного знания для общества. Потому что ведь каждый такой поход полон огромного количества открытий. Цели у экспедиции были комбинированные. А в связи с этим двойное подчинение. Военно-морское и подчинение дипломатическое. И сложные конфликты между участниками экспедиции. Было тяжелое испытание. Во-первых, принятие, скажем так, решений в ситуации недостаточной информированности. Когда непонятно было, как вести себя во время военного конфликта с индейцами. Как правильно строить взаимоотношения с дипломатами государства. Я еще скажу про Японию. Но здесь важно то, что экспедиция каждым своим днем делала огромное количество открытий. Во-первых, картографических. Это в буквальном смысле слова открытие мира. Открытие для русской науки целых континентов, целых стран. Во-вторых, это, конечно, экономическая и дипломатическая миссия, которая где-то провалилась, как в Японии, где-то была более успешной. Но в любом случае ее нельзя отменить. И она действительно имела огромное значение. В-третьих, это естественно-научный комплекс знаний, который был получен в результате экспедиции. Это наш отечественный бигль, друзья мои. Это то, что совершенно невозможно заменить последующими контактами и научными, и государственными, да, между разными странами. Потому что это настоящее открытие Бразилии, допустим. А визит Крузенштерна и Лисянского на остров Пасха – это действительно одно из первых появлений в русской традиции, в русской мысли, да, значит, вот этих вот самых загадочных древних цивилизаций. Тоже можно сказать и о Северной Америке. Тоже можно сказать и о Китае, где все складывалось не менее сложно, чем в Японии. И, в общем-то, в будущем это приведет к знаменитым опиумным войнам, к огромному ущербу, который был нанесен западными колониальными державами Китаю. Но, понимаете, когда происходит столкновение цивилизаций, результат может быть и не таким благостным, как он оказался, допустим, в случае со шлюпами Нева и Надежда. Ведь, находясь почти полгода в почетном японском плену, наши моряки, отечественные дипломаты, претерпели следующее. Во-первых, их заставили сдать весь порох. Без него деревянный парусный корабль абсолютно беззащитен. Во-вторых, ни одному моряку не позволили сойти на берег. То есть, они много месяцев стояли на приколе в этой самой гавани и не имели права даже сойти на берег, отдохнуть и как-то прийти в себя. А, в-третьих, все дипломатические попытки установить посольские отношения, договориться о чем-то, не привели ни к чему. Законы предков запрещали принимать дары от чужеземцев. Например, на рисунке нам художник изобразил шкурку лисы, которую русский дипломат пытается вручить японцу. Но тот говорит, дух лисы обязательно придет за своей шкурой. Нельзя, нельзя. И этот харам, короче говоря, распространялся на все. Япония осталась закрытой страной. Мы потерпели неудачу в этой миссии. Нас потом, значит, сменят в этих попытках голландцы, допустим, другие мореплаватели. Но важно, что такая попытка вообще была сделана. Мы узнали об этих островах, узнали об их жителях гораздо больше. Получили от них дары, потому что японцы в конечном итоге отпустили с миром русские корабли, снабдив их провизией и даже подарками. Две тысячи шелковых ковриков им подарили. Значит, понимаете, это тоже все важно. Это все как бы часть нашей истории. Тут еще требуется сказать о прелестях плавания в те времена. Во-первых, это было задолго до открытия средств борьбы с цингой и с всевозможными морскими болезнями, тропическими в том числе. Во-вторых, это было плавание в полную неизвестность, потому что картографировано было очень небольшая часть побережья и мест, через которые проходили наши шлюпы. А в-третьих, это было плавание в неизвестность еще и потому, что почти не было никакой связи. Это сейчас мы понимаем, как важны были эти самые мешки, непромокаемые с почты, которые передавали в каждом порту, и которые могли год лежать в этом порту, ожидая, пока нужный корабль зайдет в эту гавань. Но сейчас у нас как-то подстерлись вообще воспоминания о том, как был устроен мир, насколько он был необъятнее. Сейчас он сжался до крохотного шарика, когда все рядом рукой подать к счастью или к несчастью для нас. Тогда это было абсолютно неизведанное. Тера инкогнито за каждым углом. Нам очень сложно представить те лишения, которые испытывали моряки в этом плавании, и те конфликты, которые возникали. Сейчас по радиосвязи можно запросить подтверждение любого приказа. А здесь, если у нас конфликт приоритетов, то один ставит вопрос ребром, мои бумаги подписаны самим государем, а второй заявляет о важности выполнения цели миссии, цели путешествия и сохранности экипажей кораблей, что важнее любых теоретических приказов общих, которые отданы. Это совершенно естественно, когда ты оказываешься в ситуации полной оторванности от командования. Тут нам тоже очень сложно себе это представить. В конце концов, когда столетия спустя Антуанда Сент-Экзюпери работал, знаменитая повесть «Южный почтовый», работал на первых авиаперевозках почты, вот эти авиаперевозки были столь отчаянны, смелы и рискованны, потому что они позволяли еще быстрее сделать связь между людьми. Вот эти письма, о которых он пишет с таким пафосом, с такой силой, это действительно овеществленное желание людей дать весточку любящему сердцу, что-то сообщить родным и близким, принять какое-то важное решение, получить какие-то сведения. Вот всего этого не было тогда, да, и эта экспедиция, это в этом смысле, конечно, ну, плавание Колумба, да, потому что, хотя было понятно, куда плывут, но чем это все кончится, было очень даже неясно. Надо сказать, что данная книжка детская очень легко и адаптированно излагает материал. Ничего лишнего, никаких исторических экскурсов в данные регионы, да, в историю взаимоотношений с данными странами не поместилось бы этой в детской книжке. Здесь внимание авторов сосредоточено на подвиге русских моряков, на том, что происходило с нашими двумя кораблями, на этом путешествии, да. В целом книга прекрасная ступенька к более подробным работам по страноведению, да. Я бы возраст ее даже понизил до начального школьного возраста, потому что в среднем школьном возрасте уже есть что предложить юному читателю по поводу, скажем так, того, что и как происходило в географии, которая тогда неотделима была от подвига, от путешествия, от дерзновения. Ну и в целом, конечно, мотивирующая часть книги достаточно удачная. Мотивирующая, то есть та, которая рассказывает не просто биографию выдающихся русских мореплавателей, а намекает как бы на то, что мир-то не открыт до конца и никогда не будет открыт до конца. И мы должны каким-то образом соответствовать этому призыву к подвигу, да. И юный читатель это как-то воспринимает, да, это заложено само собой в текст. Я бы сказал, что очень удачный пример комплексной научно-популярной литературы для младшего школьного возраста, значит, с нужным количеством подробностей географических, с маленьким словариком в конце, с визиткой, росписью по ролям, значит, главные действующие лица нашего представления в начале, с наглядными иллюстрациями, где всё от истуканов острова Пасхи до тропических зверей и птиц. Здесь показано по чуть-чуть, чтобы намекнуть как бы на то, как разнообразен и богат был мир, увиденный впервые глазами вот этих моряков и исследователей. И, конечно, с огромным таким вот важным посылом о том, что мы тоже исследовали этот мир, и мы тоже очень много всего увидели и сделали. Так что Иван Фёдорович Крузенштерн – это не просто слова кота Матроскина, это наша слова, гордость, и это действительно предмет для пристального изучения в самом, я бы сказал, раннем возрасте будущих моряков и исследователей. Читайте, наслаждайтесь!